МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Шестой Б требует адвоката, как Всероссийский день правовой помощи. Действие он прошел в Муравленко. Авария или ремонтные работы. Чтобы выяснить причины отключения тепла в домах 12-го микрорайона, потребовалось провести целое расследование. Научить учителя. Профессор из Москвы проводит методические семинары для местных работников образования. Правительство до конца года внесет в Госдуму законопроект, согласно которому призывники смогут выбирать срок службы. Один год срочно или же два по контракту. Напомню, сейчас срок службы для новобранцев составляет один год, для контрактников не менее трех. Правда, возможность служить два года появится только у выпускников гражданских вузов. Как сообщает Интерфакс, с помощью этого законопроекта оборонное ведомство собирается выполнить план по числу контрактников к 2017 году. Согласно поручению президента, через четыре года в рядах вооруженных сил должны служить 425 тысяч контрактников. Сейчас таковых лишь 205 тысяч. Накануне прошел Всероссийский день правовой помощи детям. Акция учреждена решением правительственной комиссии по вопросам реализации федерального закона о бесплатной юридической помощи в России. В этот день любой желающий мог получить бесплатную консультацию юриста по любым вопросам. Что интересовало муравленковцев, расскажет Эрнест Бавшин. В этот день во всех школах города по одному часу работал юрист от Государственного юридического бюро Нина Человьян. Как выяснилось, подобные консультации оказались востребованными. Причем за юридическим советом обращались не только взрослые, но и учащиеся. Я бы сказала, даже очень активно. Обращений очень много. Обращаются именно учащиеся школы. И вопросы тоже очень разнообразные. Вопросы, с которыми обращались подростки к юристу, действительно оказались самыми разнообразными. Детей интересуют совсем не детские темы. Снятие судимости, нюансы получения жилья, взыскание алиментов. Кроме школ города, юридическую поддержку в этот день оказывали в административной комиссии по делам несовершеннолетних. У нас всего было двое. Девушка несовершеннолетняя. Ее интересовал вопрос трудостройства несовершеннолетнего в учебное время. Также она интересовалась ее ответственностью уголовной. Какая может быть уголовная ответственность, какие смягчающие обстоятельства будут учитываться, то есть в отношении возбуждено уголовное дело. Правонарушения совершаются не только в отношении детей. Бывает сами, подростки любят пошалить законом. Лариса Стебнецкая отмечает, что в этом году наблюдается снижение уровня подростковой преступности в части краж чужого имущества, но зато фиксируется рост по другим показателям. Единственное, что можно отметить в этом году, это у нас рост рассмотренных дел по несовершеннолетиям, потребляющим наркотические средства. В предыдущие годы у нас их не было, в 2011 году был один человек, в 2012 вообще их не было. По токсикомании у нас тоже рассмотрено 5 несовершеннолетних, в предыдущие годы их тоже не было. Еще один пункт приема граждан для получения бесплатной юридической консультации работал в Управлении образования. По словам начальника отдела опеки и попечительства Майи Суминой, тема правовой защиты несовершеннолетних в Муравленко актуальная. Продолжает оставаться проблема, это алиментные обязательства родителей в отношении несовершеннолетних детей. Если говорить об этом годе 2013, то только вот за 10 месяцев 2013 года по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть за неуплату, за злостное уклонение от уплаты алиментов, четверо родителей привлечены к ответственности. Занимаются родители и рукоприкладством, считая, что такой метод воспитания наиболее действенный. За это тоже грозит уголовное наказание. И в городе в этом году уже были подобные прецеденты. Родители, знаете, как всегда отвечают, говорю как всегда, потому что слышим мы это часто, что их так воспитывали, и, собственно говоря, в этом нет ничего дурного, если они применяют, ну так скажем, ремень, либо просто ладошкой очень сильно ударяют. За целый день проведения акции правовой защиты детей, юристов посетили 40 человек, и большая часть из них – это подростки. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. А для учителей в эти дни в рамках межрегиональной конференции школы ступеней в городских учреждениях образования проходят методические семинары с участием доктора педагогических наук профессора Олега Лебедева, который проводит анализ открытых уроков муравленковских педагогов. Методические семинары, которые проходят в преддверии межрегиональной конференции, помогают муравленковским учителям обобщить опыт педагогической деятельности. Во второй школе преподаватели дают несколько открытых уроков в рамках методического семинара, задача которого – научить школьников оценивать свою работу. «Я очень рада нашей встрече, на самом деле, что, наверное, сегодня подошел еще один момент, какую-то точку мы должны поставить, а может быть не точку, а многоточие». «Ноготочие» – восклицательный или вопросительный знак – любой из вариантов будет подходящим, говорит профессор Лебедев. «Моя позиция сегодня на этом семинаре – позиция злого следователя. Поэтому я должен задавать сложные вопросы, может быть, очень сложные вопросы в каком-то отношении, коварные вопросы. Но смысл всего этого дела – прояснение той серьезной работы, которая у вас идет». Очередная встреча с Олегом Лебедевым – событие в образовательной жизни города. Сами учителя говорят, общаться с человеком, который четко видит систему образования всей страны, большое удовольствие. Елена Архипова – русовец со стажем. Перед открытым уроком волнуется, ведь это всегда экспромт. Однако надеется, что дети не подведут. Сложную проблему самооценивания своей работы для ученика объясняет просто. «Уметь оценивать себя очень важно, потому что это пригодится ведь не только на уроке, когда мы оцениваем, как мы умеем или не умеем писать жиши, там приставки «при и при», а умение оценивать себя в повседневной жизни, себя, свои поступки, вообще свои действия. Это мы пытаемся сейчас научиться». Педагоги дают открытые уроки, за которыми наблюдают не только представители комиссии во главе с профессором, но и все желающие. Видеосъемка дает возможность преподавателям учиться на опыте своих коллег, а после уроков пройдет их анализ. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в будущем году на Ямале будут сдерживать. 40% от их стоимости по-прежнему компенсирует округ. По данным Пресс-службы правительства Ямала, на эти цели в бюджете на 2014 год предусмотрено около 9 миллиардов рублей. Напомню, согласно решению федерального правительства, с 1 июля стоимость газа и электричества вырастет не более чем на 6% в среднем по стране. Что касается Ямала, в тех муниципалитетах, где достигнут предельный для региона уровень оплаты, рост цен составит 3-4%. А между тем не успели муравленковские власти отчитаться о полной готовности к зиме, как случилась авария на теплотрассе. В результате жителей нескольких домов в 12 микрорайоне вчера остались без отопления. Причины и следствия ЧП в рубрике «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите». В муравленковском филиале Ямал Коммунэнерго компания «Тепло», которое поставляет теплоресурсы городу, отметили, что авария произошла на участке теплотрассы, которую ввели в эксплуатацию в начале месяца. Вину там возлагают на подрядчиков, некачественно выполнивших укладку труб. Впрочем, устранять аварию в тепле начали только сегодня, мотивируя тем, что не намерены лишать горожан отопления в морозы. Как известно, именно сегодня у Муравленка пришла относительно теплая погода. Вчерашние же отключения, по информации Ямал Коммунэнерго, с действиями тепла не связаны. Произошло оно по инициативе управляющей компанией ЖЭК-1. В управлении жилищно-коммунального хозяйства объяснили ситуацию иначе. Вчера произошел порыв на этом же участке, его необходимо было срочно устранить. Причем, как сообщили в УЖКХ, в ликвидации аварий принимали участие и специалисты Ямал Коммунэнерго, хотя последние данную информацию не подтверждают. Неясности добавляют и объявления, расклеенные на подъездах, причем в двух разных вариациях. На одном говорится о том, что отключение производится 20 ноября из-за аварийной ситуации, на другом, что 21-го, в связи с проведением ремонтных работ. Почему переукладкой труб здесь занимались не летом, а по сути в начале зимы, коммунальщики объясняют тем, что после торгов образовались излишки средств. Сами же торги проводили в преддверии летней кампании по подготовке города к предстоящему периоду холодов. Соответственно, в процессе торгов появилась экономия, и вот эту экономию мы отторговали уже 5 миллионов, отторговали уже позже. Соответственно, работы после закупки материалов, оформления соответствующими договорами были произведены позже. Несмотря на длительные отключения тепла, ожидать горожанам перерасчета коммунальных платежей не придется. У ЖКХ объяснили, что это было бы возможным, если бы услуга не предоставлялась единовременно более чем 16 часов, или суммарно в течение месяца более чем 24 часа. Евгений Дикеренко, Вадим Брачек, новости нашего города. Вчера вечером на 316-м километре автодороги Сургут-Салехард произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал человек. 28-летний житель Сургута за рулем автомобиля «Газиль» двигался со стороны Муравленка в сторону Ноябрьска. Убедившись в безопасности маневра, он начал обгонять КамАЗ, но на полпути увидел, что на встрече стремительно приближается легковой автомобиль «Кия», и он не успевает завершить обгон. Водитель «Газиль» мигнул ему фарами, предупредив об опасности столкновения. Мужчина, управлявший иномаркой, принял решение съехать на обочину и пропустить встречку. Но и водитель «Газиль» принимает аналогичное решение. На обочине произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП водитель с автомобиля «Кия» был госпитализирован в хирургическое отделение с различными травмами. В ближайшее время ЗАГСы начнут передавать в Росстат информацию не только о количестве родившихся, умерших или вступивших в брак, но и такие подробности, как, например, какой по счету ребенок родился в семье, состояли ли раньше в браке молодожены и многие другие. На сайте Кабинета министров размещено постановление, в соответствии с которым ЗАГСы будут составлять подробную информацию о жизни людей. Статистика когда-то учитывала эти цифры, и некоторое время назад законодательство перестало обязывать ЗАГСы передавать подробную информацию Росстату. Таким образом, из-под статического наблюдения выпал целый демографический блок. Работники Федеральной службы статистики не раз заявляли, что из-за отсутствия этой информации очень трудно сейчас отслеживать тенденции семьи. Сколько детей в них рождается, как семьи реагируют на те или иные меры соцподдержки. Кстати, в Муравленко по состоянию на 20 ноября сотрудники ЗАГСа зарегистрировали рождение 455 младенцев, что на 35 детей меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свадеб сыграно одинаковое количество по 270, а вот разводов в этом году зарегистрировано 216. Это на 20 случаев больше. В Муравленко завершается диспансеризация подростков. В соответствии с указом Минздрава 14-летняя проходит широкомасштабное обследование, цель которого на ранних стадиях выявить отклонение в состоянии здоровья детей. Об итогах диспансеризации в рубрике «Актуальное интервью» наша собеседница, заведующая отделением по школьно-дошкольным учреждениям детской поликлиники Санияд Абукова. Саняя Дзиадиновна, какова роль диспансеризации детей именно подросткового возраста? Это раннее выявление отклонений в состоянии здоровья именно в половозрелом, в пубертатном периоде. И чем раньше мы выявим эти заболевания, тем лучше у нас будет возможность устранить. На сегодняшний день у нас прошло 333 подростка. К сожалению, есть настораживающие факты, а в результате диспансеризации у нас очень много выявлено отклонений в состоянии здоровья. Расскажите о ходе диспансеризации, какие отклонения были выявлены? У нас были случаи при обследовании у детей на, допустим, на УЗИ сердца, на ЭКГ. Очень много отклонений у детей, к сожалению, нарушений ритма и проводимости. Есть даже у нас случай, сейчас, в октябре, был случай при обследовании на УЗИ у ребенка очень патологическое сердце. То есть настолько оно перегружено, что у него недостаточно на всех клапанах идет обратный заброс. То есть мы бьем тревогу. У нас зачастую дети не обследования. Возможно, даже и спортсмены, которые дают непосильную на себя нагрузку. И это, к сожалению, очень часто сказывается или на сердце, или у мужчин, у нас, у юношей в частности. Очень много патологий со стороны половой системы. Варикоцель и яичек. Что значит варикоцель и яичек? Это расширение вен, которые кровоснабжают яички. Гидроцель и яичек. То есть те заболевания, которые сегодня ребенок может быть и видит, но не обращает на это внимания. Зачастую родители тоже не всегда могут это видеть. И это впоследствии чревато тем же бесплодием для юношей. Очень много у девочек выявлено кист в этом году. Есть заболевания со стороны эндокринной системы. Это нарушение веса и роста, на которые мы зачастую тоже не обращаем внимания. Есть 2-3 случая нефраптозы у девочек, то есть опущения почек. Дети у нас, к сожалению...